Если же вы любитель поплачу... Друзья, всем привет! Во многих регионах с наступлением весны уже вскрылись водоемы. В нашем регионе процесс только начинается. В ваших комментариях вы просите нас вернуться к обзорам надувных лодок, что, собственно говоря, мы и делаем. И сегодня мы вместе с вами вскроем лодочку в размере 3,30. Это тот самый размер, который может быть как и вашей первой лодкой, так и лодкой второй, если вы вдруг решили, что хватит покорять большие водоемы и потянуло вас на какие-то небольшие реки, озера, рукава, протоки, старицы и кустурицы. На нашем канале, кстати, есть ролик, в котором мы назвали этот размер размером эгоиста. Лодки в размерах 3-3,40 идеально подходят для одного человека. Так сказать, размер эгоиста. В этих лодках удобно снасть не только перевозить и хранить, но и также пользоваться ими. Кстати, для тех, кто пишет в комментариях, что мы фанаты НДНД, что только про них и рассказываем, вот сегодня ролик Special for You. Это лодка 3,30 паёльного типа. И, кстати, для тех, кто не знает, скажу, что Гладиатор – это российский производитель, который имеет два производства. Одно из них в Китае, другое в городе Санкт-Петербург. О какой лодке сегодня пойдёт или сейчас посмотрим. Как только мы её вскроем, но если Аврора бахнет, значит Петербург. Если нет, то... Справа от меня вы видите много лодок, которые проходят ОТК. И как только они будут готовы к отправке, их упакуют вот в такие коробки и отправят в розничные магазины по всей России. А оттуда они уже попадут к вам. Ну, приступим. Чё? Чё такое-то? Чёрная! Бухань полетела. Соответственно, лодка китайская. И забегая вперёд, отвечу на вопрос, который наверняка возникнет в процессе просмотра этого ролика. Как купить эту лодку? Купить очень просто. Мы отправляем наши товары по всей России, так что можете купить её дистанционно. А если вы находитесь где-то в нашем регионе, недалеко, то приедете в салон, мы для вас её накачаем, всё покажем, расскажем, упакуем и погрузим в багажник вашего автомобиля. И, соответственно, вот из этого и вырастает второй вопрос. Габаритные размеры коробки. Это важно для багажника автомобиля и для транспортной компании. Сейчас мы её измерим. Наибольшая длина – 110 см. Высота коробки – 40 см. И ширина коробки – 71 см. Лодка довольно-таки габаритная, влезет в любой багажник, особенно если убрать картонную упаковку. Паспортный вес лодки – 55 кг. Ну, накинем пару килограмм на упаковку. И вот у вас уже есть представление для того, чтобы рассчитать стоимость доставки до вашего города. Теперь давайте перейдём к подетальному рассмотрению того, что лежит в коробке. Начнём вот с такого девайса, такой, как игра в кальмары. Видите, это не кальмар, не спасательный жилет. Это надувная часть носового тента. Когда мы соберём лодку, сейчас вы увидите, что это такое. Естественно, насос ножной, типа лягушка. Простой, но очень эффективный. Бутылочка «Дом-Переньон». Вот это поворот! Ну, это из другой коробки, конечно. Вот такие мягкие накладки с сумками. Сумки вместительные, объёмные. Как вы знаете, на лодке места много не бывает, поэтому всегда пригодится. Таких накладки с сумкой две штуки. Одинаковых. Это сумка, которая располагается в носу лодки. Также под различные вещи, необходимые на рыбалке или в путешествии. Это непосредственно сам носовой тент, который устанавливается вот на ту нудовную раму. Так он выглядит. Тоже увидите его в собранном виде, когда накачаем лодку. Пара стрингеров. Напоминаю, что лодка паёльного типа, поэтому здесь присутствуют стрингера. Банки, выполненные из алюминия. Передняя и задняя. Главное, не перепутать. Вёсла складные, алюминиевые. Непосредственно сами паёлы. Довольно-таки лёгкие. Посмотрим, насколько легка будет сборка с этими паёлами. Производитель заботливо положил вот такую яркую баночку. Это ремкомплект. Лучше, если он никогда не пригодится, но он всегда должен быть в лодке. Посмотрим, что в нём внутри. Клапанный ключ. Клей. И заплатки. Вот цвет лодки. Серая, тёмно-серая и бирюзовая. Ну, как бы уже вы понимаете, какого цвета будет лодка, которую мы сейчас откроем. Вот такие интересные цвета. Новые, новомодные, я бы сказал. Ну и сама лодка. Давайте распечатаем её. Увидим этот новый модный цвет. Накачаем её, соберём. Присядем в неё, оценим, так сказать, удобство и красоту. Пока распечатаю, расскажу о характеристиках лодки. Она выполнена из ПВХ плотностью как днища, так и бортов 1100 грамм на метр. По паспорту в ней может размещаться 4 человека. А грузоподъёмность у данной лодки 575 килограмм. Так, мы переместим её сейчас на пол, так будет нам удобнее. Приступаю к своему любимому занятию сборкой надобной лодки паёльного типа. Чем мне нравится лодки Гладиатор, это помимо широкого модельного ряда, у них очень большое количество расцветок, на любой вкус, так сказать. И каждый год эти расцветки обновляются, они придумывают что-нибудь новенькое. В данном случае вот такая лодка цвета морской волны в сочетании с белым. Смотрится очень красиво. Представляю себя на берегу какой-то речки, уже лето, солнышко. Собираем, загружаемся, отчаливаем. Красота. Так, прежде чем накачать лодку, надо её немножко расправить, так как она новая, вся ещё слипшаяся. Лодку мы будем накачивать вот таким насосом, двухконтурным. Он позволяет набить общий объём и также нагнать нужное давление, для того чтобы лодку можно было использовать. Ну и с помощью него также можно лодку и спустить, сдуть. Хочу сказать, что приобретение лодки, помимо рыбалки, даст вам ещё и возможность экономить на фитнес-клубе. Сейчас вы поймёте, о чём я говорю. И вот такой полезный фитнес предстоит каждому любителю надувных лодок. На самом деле, я, например, всегда в лодке надувной вожу электронасос и небольшой аккумулятор. Но всегда должен быть в запасе быть вот такой простой ножной типа лягушки. Потому что электрика – это хорошо, но она может выйти из строя. А круче механики ничего нет, круче и надёжней. В отличие от лодок НДНД, паёльная лодка накачивается в два этапа. Это делается для того, чтобы возможно было вставить стрингера, а уже в них жёсткий пол. Если мы накачаем её полностью, просто физически не сможем туда засунуть стрингер и вставить, защёлкнуть пол. Поэтому вот она наполовину накачана, и после этого приступаем к установке слоней. Наш ролик посвящён теме, которая не угасает уже многие годы на водных просторах и в интернете. Какую лодку выбрать – НДНД, дно низкого давления, или паёльную? Занятие, скажу вам, увлекательнейшая. Установка полов. Видно, как рождается лодка, как вы собираете её своими руками. Подготовительный этап. При сборке паёлов, главное, их не перепутать местами. Но производитель позаботился и об этом, а они пронумерованы. Первый, второй, третий и четвёртый. И ещё, чем мне нравится алюминиевый пол, он лёгкий, и он абсолютно не впитывает воду. Даже если лодка будет залита водой, ну где-то оставили, под дождь попало, с ним ничего не произойдёт. Так разложили мы наши слани, и завершающим этапом сборки паёлов является установка стрингера. Процесс, на первый взгляд, не самый лёгкий, но как только вы поймёте, как это, в принципе, работает, наловчить, труда это составлять уже не будет. Всё, стрингер защелкивается. Берём второй, также легко устанавливаем. Пока лодка не накачана полностью, надеваем банки, устанавливаем их на лик-трос. Напомню, что здесь система лик-трос, лик-пас. Очень удобно и надёжно. Для дальнейшей сборки лодки нам необходимо набить в баллоны давление, указанное в паспорте лодки. У каждых лодок оно разнится. В общем, строго следуйте этим значениям. Потому что если вы лодку не докачаете, она будет, как матрас, болтаться на волнах. Если перекачаете, есть риск повреждения баллонов. В лодках гладиатора производитель устанавливает стравливающий клапан. Поэтому риск повреждения баллонов сведён к минимуму. Но только если человек, владелец лодки, забыл открыть этот клапан. Лодки пробыли на солнце 15 минут. Давайте сделаем первое измерение. Будем прям вот по порядку. Как лодки стоят, так и будем измерять. Сначала измерим баллон, который прямо на солнце стоит. Субтитры сделал DimaTorzok Приятным бонусом от производителя являются вот такие полиуретановые накладки. Они выполнены из толстой ленты, которая в разы увеличивает стойкость баллонов и стойкость киля к износу. Ширина ленты на баллонах 20 см, по килю 8 см. Это даёт возможность вытаскивать лодку на песчаный, на галечный пляж, не боясь её повредить. Вот такая нарядная лодочка у нас появилась. Опять не перестаю радоваться рассветке. Она такая свежая, морская. Очень приятно мне находиться. Ну и давайте рассмотрим применимость этой лодки, так сказать. Допустим, если я рыбак-спиннингист, то в этой лодке мне будет комфортно одному. Здесь румпель, бак, оперативное пространство. Там какие-то вещи. То есть я могу встать, покидать спиннинг в разные стороны. Но мне здесь комфортно именно одному. Сейчас мы находимся в лодке вдвоём, и мне видится, что в этой ситуации рыбалка возможна только на такие небольшие поплавочные снасти или ещё более короткие донные удочки. Либо мы доходим до места рыбалки, какой-то остров, выходим на берег и ставим там наши донные снасти. То есть в данном случае лодка будет выступать в качестве транспортного средства. Если же вы берёте лодку просто для отдыха, развлечений и покатушек, то вы сможете разместиться здесь и втроём, и вчетвером. Эта лодка по паспорту является четырёхместной. Вот сейчас мы разместились здесь втроём, и уже так довольно-таки плотненько. Конечно, если снять носовой тент или взять мужчину поменьше, мы разместимся и вчетвером, но рыбачить здесь будет уже абсолютно некомфортно. Поэтому резюмируем. Эта лодка в контексте рыбалка пригодна для одного-двух рыбаков, а в контексте покатушек или перемещения до точки вполне можно разместить 3-4 человека. Надеемся, что гладиатор придётся вам по душе. Напишите в ваших комментариях, что вы думаете по поводу такой расцветки, по поводу модели этой лодки. И всё. Больше ничего не пишите. И также напишите, какие лодки вы хотели бы видеть в наших обзорах. До новых встреч. Ищите нас в соцсетях, на ютубе и где-нибудь ещё. Субтитры подогнал «Симон»!